Развитие радикальной хирургии печени и поджелудочной железы, более широкое внедрение эндоскопических и видео вмешательств. Щадящее лечение рака груди, кишечника, желудка. Обо всем этом говорили не только онкологи, но и врачи первичного звена из районов Курской области. А еще доктора попросили населения не пугаться, когда говорят, что онкологии стало больше. По заболеваемости Курская область входит в число регионов с максимальными цифрами. Заболеваемость у нас одна из самых высоких в России. Может быть это и не так плохо, потому что вот эта заболеваемость говорит не о том, что люди чаще реально болеют, а только за счет того, что несколько чаще раньше мы диагностируем рак за счет активного поиска среди здоровых групп населения. Каждый из участников конференции подготовил очень полезную и необходимую информацию. Особенно интересны новинки, которые привезли специалисты научно-исследовательского центра онкологии имени Блохина. За более чем полувековую историю в учреждении накоплен колоссальный опыт лечения коварного заболевания. Я в частности буду говорить о проблеме лечения, старой проблеме лечения рака желудка, о современных возможностях, о применении препаратов целевой терапии, так называемой таргетной, о применении иммунотерапии, о сочетании этих методов, о подходах к тому или иному вопросу. Основная тема, так скажем, это иммуно-онкология рака легкого, лечение иммуно-онкологическими препаратами. Соответственно, сейчас то, что новые комбинации появляются в исследованиях, то, что зарегистрированы новые показания для лечения мелкоклеточного рака легкого, ну и обновленные результаты всех исследований, которые есть. Ну и, собственно, и, конечно, наш собственный опыт. Онкология успешно лечится и порой не так страшна, как, например, запущенная пневмония или грипп. Об этом в один голос говорили ведущие Скулапы из Москвы и Курска. Главное не прекращать учиться, изучать полезный мировой опыт и помогать своим коллегам с советами, а населению почаще проходить обследование.